Теамиричан Чонсервативе, США Время националистов уже наступило Патрик Бьюкенен Теамиричан Чонсервативе, США 24 мая 2019 года Через неделю европейцы, судя по всему, смогут оценить, насколько высокой является волна популизма и национализма, образовавшаяся в их странах и на их континенте. Это можно будет сделать после того, как станут известными итоги трех дней голосования в 28 государствах, представленных в Европейском парламенте. Ожидания, националисты и популисты покажут самый высокий результат с момента образования Евросоюза, а их парламентская фракция, Европа-нации свобод, Европеофнацион с Сантьфриедом, может получить четверть месть в Страсбурге. Новая партия Брексит Найджела Фаража, Нигель Фраги, как ожидается, одержит победу на выборах в Британии и получит в два или в три раза больше голосов, чем правящая консервативная партия премьер-министра Тереза Мэй. Во Франции национальное объединение под предводительством Марин Лепен получает одинаковую поддержку с партией президента Эммануэля Макрона, выступающего за то, чтобы было больше Европы. Маттиас Эльвини, министр внутренних дел и лидер партии Лига Севера, утверждает, что его партия будет первой в Италии и первой в Европе. По приглашению в Эльвини представители дюжины националистических партий собрались на этой неделе в Милане. Через неделю они могут стать третьим по количеству мандатов блоком в Европейском парламенте. Если это произойдет, они получат дополнительные места за счет левоцентристских и правоцентристских партий, занимавших господствующие положения в европейской политике с момента окончания Второй мировой войны. Выступая перед тысячами людей перед Кафедральным собором в Милане, Сальвини перенаправил в адрес своих врагов высказанные ими ранее обвинения в том, что новые партии своими корнями связаны с отвратительной политикой 1930-х годов. На этой площади нет никаких экстремистов. Здесь нет никаких расистов. Здесь нет никаких фашистов. В Италии и в Европе существуют различия с теми, кто говорит о будущем вместо того, чтобы подвергать суду прошлое. Завтрашний день против вчерашнего дня, заявляется Левини. В то время, как европейский эстеблишмент проводит параллели между нынешними популистскими партиями тем, что случилось в 1930-х годах, он отказывается признавать свою собственную неотъемлемую роль в создании ситуации массового бегства из традиционных партий и пополнения рядов правых популистов, в результате чего возникла угроза для их политической гегемонии. И что же это? Они выступают против несправедливости новой экономики, в рамках которой заработная плата рабочих и представителей среднего класса, составляющих основу нации, значительно меньше доходов представителей управленческого класса, корпоративного сектора и финансовой элиты. Люди, которые работают своими руками, а также с помощью инструментов и станков, видят, как их заработная плата не повышается, а их рабочие места исчезают, тогда как резко увеличиваются доходы тех, кто двигает цифрами на компьютерах. Диспропорции стали слишком велики, равно как и расстояние между национальными капиталами и важнейшими регионами этих стран. А еще есть иммиграция. Коренные европейцы не приветствуют новые этнические группы, которые приехали без приглашений в значительном количестве в последние десятилетия. Их представители не смогли ассимилироваться и создают анклавы, в которых воспроизводятся условия, существующие в странах третьего мира, откуда они прибыли. Если попытаться установить общий для популистов лозунг, то он, возможно, будет таким. Мы хотим, чтобы нам вернули нашу страну, чтобы не говорили о популистах и националистах. Они добросердечные люди. Они любят свои страны. Они бережно относятся к той культуре, в которой они выросли. Они хотят сохранить свою уникальную национальную идентичность. Что в этом плохого? Патриотизм занимает центральное место в движении националистов и популистов. Глобализм им чужд. Они верят в предложенную диаголем Европы национальных государств. От Атлантики до Урала, а не в абстрактную Европу Жана Монни, Ян Моннид. И уж, конечно, не в сегодняшнюю брюссельскую бюрократию. Нация, Родина, это самое большое образование, которому человек может отдать свою приверженность и свою любовь. Кто будет поддерживать ничейную землю ради Евросоюза? Не все европейские националисты одинаковы. Правящая польская партия закон и справедливость по вопросу о путинской России не согласны с партией Фидес-Венгерского премьер-министра Виктора Арбана. Хотя Европарламент не обладает значительной властью, эти выборы, тем не менее, имеют большое значение. Возьмем, к примеру, Фаража. Если его партия Брексит окажется первой в Британии, то смогут ли тогда представители консервативной партии отказаться от реализации решения референдума 2016 года о выходе из Евросоюза, не придав при этом своих наиболее лояльно настроенных избирателей по самому важному вопросу? Национализм в Европе продолжает распространяться, и в результате еще больше увеличивается разрыв между основными державами в Североатлантическом альянсе. Германия не сможет выполнить свои обещания относительно расходования 2% ВВП на оборону, на чем настаивает президент Дональд Трамп. Кроме того, Берлин продолжает поддерживать строительство второго газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря из России в Германию. Турция намерена получить в свое распоряжение российские зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на предупреждение о возможном отказе от продажи анкериста истребителей F-35, если турки заключат сделку с Россией. Возможно, европейские националисты оседлали волну будущего, или в будущем нас ожидает возрождение идеи Единой Европы, то есть политического и экономического союза, вдохновлявшего мечтателей прошлого. Если смотреть отсюда, то это будет, скорее, мать те, а не Макрон. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.